Иннокентий Анинского К таким нежданным и певучим бредням Завяз с собой умы людей Был Иннокентий Анинский последним Из царско-сельских лебедей. Я помню дни, я, робкий, торопливый, Входил в высокий кабинет, Где ждал меня спокойный и учтивый, Слегка сидеющий поэт. Десяток фраз пленительных и странных, Как бы случайно уроня, Он вбрасывал в пространство безымянных Мечтаний слабого меня. О, в сумрак отступающие вещи И еле слышные духи, И этот голос нежный и завещий, Уже читающий стихи. В них плакала какая-то обида, Звенела медь и шла гроза, А там над шкафом профиль Эврипида Слепил горящие глаза. С камью, я знаю, в парке мне сказали, Что он любил сидеть на ней, Задумчиво смотря, как синие дали В червонном золоте аллеи. Там вечером и страшно, и красиво, В тумане светит мрамор плит, И женщина, как серна боязлива, Во тьме к прохожему спешит. Она глядит, она поет и плачет, И снова плачет и поет, Не понимая, что все это значит, Но только чувство не тот. Журчит вода, протачивая шлюзы, Сырой травою пахнет мгла, И сжала голос одинокой музы, Последней царского села.